МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Без позиций муниципалитетов невозможно принимать даже на уровне республики конкретных решений, поскольку это затрагивает интересы и населения. Мы будем приглашать все районы, всех глав поселений, у нас их 100 муниципальных образований, все 100 представительных муниципальных образований пройдут через вот такую процедуру собеседования, выскажут свое мнение. Интерес по оценкам депутатов должны проявить и районные власти, так как если не провести сложную процедуру обсуждений, именно на них федеральный закон автоматически переводит ряд обязательств. К примеру, ответственность за поставку тепла, газа, воды и электричества в сельских поселениях или дорожную деятельность. Результаты совместной работы парламентариев и муниципалов будут обсуждаться с руководителями профильных ведомств и министерств республики. И только после этого Верховный Совет начнет подготовку соответствующего закона. Документ детально закрепит и пропишет все полномочия между органами местного самоуправления, районов и сельских поселений. Верховный Совет Хакасии участвовал в научно-практической конференции, которая проходила в Санкт-Петербурге. Она посвящена 150-летию судебной реформы в России. Среди приглашенных – депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и представители законодательной и исполнительной власти российских регионов. Республиканский парламент представляла заместитель председателя Светлана Могилина. Реформа 1864 года – это была такая даже неэволюционная, а революционная реформа, которая вздыбила практически всю структуру, всю систему Российской империи. Участники обсудили вопросы качества российского правосудия, а также возможные варианты по оптимизации судопроизводства. В итоге ряд конкретных предложений – внести коррективы в законодательство о статусе судей, а также создать своеобразный баланс личной ответственности судей за свои действия или бездействия. Отдельный разговор зашел о мировых судьях. Сегодня они проходят согласование на должность в законодательном органе. И некоторые участники усмотрели в этом определенную зависимость от госвласти, предложив заменить эту процедуру прямыми выборами. У меня неоднозначное отношение, это могу сказать сразу. И это связано, во-первых, не столько с дороговизной проведения выборов, тем более, что эти выборы будут достаточно проходить часто, ибо это не выборы в законодательный орган, где пять лет и начинается процедура нового формирования органа. И мы можем оказаться перед дилеммой не выбора, а как раз срыва соответствующих выборов, а значит и торможение вообще рассмотрения каких-то вопросов, связанных с судебными вот этими разбирательствами. В целом законодатели и эксперты сошлись во мнении, необходимо выработать четкие методические рекомендации по совершенствованию законов о судебной системе в России. Абаканскому педагогическому колледжу исполнилось 85 лет. Свой юбилей одно из старейших учебных заведений Хакасии отметила на этой неделе. Главное достижение, чем сегодня гордится педколледж, естественно, его выпускники. За год работы он выпустил более 25 тысяч специалистов, талантливых педагогов, которые работали и работают не только в нашей республике, но и в России, и даже за рубежом. Сотрудников и студентов поздравил и Верховный Совет в лице его председателя Владимира Штыгашева. Спикер парламента отметил неоценимый вклад Абаканского педагогического колледжа в становлении всей системы образования Хакасии. 50-70% выпускников педучилища составляли преподавательский состав наших школ. Сначала и полно-средних, семилетние были школы. Мы действительно этим тоже гордимся, ценим высоко. И хотелось бы сегодня вам еще раз пожелать неистекаемой энергии, достижений. Абаканского педагогического колледжа